тихо все эфир идет погнали всем привет меня зовут майк рябинин по той стороне объектива в латвинг-жиновский мы находимся в офисе компании автовентури и приведем ведем сейчас прямой эфир то есть то что вы видите происходит прямо здесь прямо сейчас вы можете задавать вопросы в чат на канале youtube газ рейд спорт либо на странице facebook газ рейд спорт итак для чего нам это надо ближайшее время начиная с сегодняшнего дня мы будем вести вот такие прямые включения со всех важных автомобильных мероприятий будь то выставки соревнования а соревнования особенно и чемпионат россии по ралли рейдом мы будем включаться непосредственно с гонки рассказывать вам о прохождении соревнования о жизни команды газ рейд спорт о всех тонкостях которые происходят изнутри и вы сможете видеть это все и задавать нам ваши вопросы так а сейчас мы проведем небольшую экскурсию по складу автовентури складу где все низменные чувства джиперов обрастают неконтролируемым слюноотделением где продается и передается вот это все внедорожное оборудование если будут небольшие глюки извините у нас это все экспериментальный запуск мы впервые вышли вот такой эфир сейчас будем рассказывать о том что здесь есть что здесь чего здесь нет и главное с чем мы поедем на чемпионат россии по ралли рейдом и на ралли марафон шелковый путь для начала вот прям здесь находится пластиковые сент-траки сент-траки продаются в компании автовентури мы их уже неоднократно испытали они легкие работают недавно я с ними прокатился по северам по заполярье и там я практически благодаря этим сент-траком чуть не выехал но не выехал соболь чуть-чуть не дотянул но хорошо я по крайней мере своим ходом ехал а сейчас мы передвигаемся на склад и будем рассказывать оттуда что мы и где будем проходить пошли за мной вот здесь святая святых это склад готовой продукции здесь находится то что вожделеет львиная доля вообще всего мужского населения россии что она хочет поставить на свои машины или что не хочет или что у них уже стоит ну пойдем тюнинговые рессоры рессоры достают добавляют 5 сантиметров клиренса практически любому автомобилю вот это например рессора для тойоты хайлакс для пикапа кастерки для моста не знаю для чего но есть такие для уаза есть для тойоты вот здесь ходится тяжеленная вещь самые правильные самые настоящие речные домкраты хайлифт именно с ними мы поедем на все этапы ралли рейда чемпионата россии все и конечно же шелковый путь вот с этими тяжеленными но мега надежными речными домкратами вот хайлифт идем дальше мы это забираем с собой постоянным партнером компаль команды газ рейдспорт является а компания michelin и в частности бренд биф гудрич и здесь мы вам покажем шины на которых мы будем всех чпокать вот именно на этих шинах биф гудрич м мутерай маттерайен и биф гудрич ол команда газ рейдспорт будет шпокать всех всех мы называем кого мы будем пошли дальше снова речные домкраты есть красные есть серые есть черные кстати напишите в комментариях какой цвет вам больше нравится в америке был представлен речный домкрат хайлифт в расцветке российского флага на самом деле это был американский флаг белый красный синий но очень здорово подходит и к российскому флагу давай манометр веер цифровой берем ну пригодится у колеса проверять давление смотри сколько здесь всего еще один манометр автоматические дефляторы даже колесные гайки есть классный склад я бы здесь жил о конечно же мы поедем вот с такими тросами это динамическая стропа риф они есть разные разной длины разной тонажности уже не один раз испытали прошлый год боевые экипажи ГАЗ Рейдспорт ехали с такими стропами пресс экипажи ГАЗ Рейдспорт ехали с такими стропами мы вытаскивали всех и спортсменов и не спортсменов и даже местных жителей которые закапывались в песках мы тоже вытаскивали КАМАЗ будем вытаскивать? КАМАЗ сейчас посмотрим 9 метров один в стон да легко КАМАЗ тоже дернем они когда в гобе застрянут кто им кроме нас поможет только а новым же регламентом вроде как предусмотрено что теперь буксировать машины могут все нет? они это не приняли не приняли? черт мы могли бы неплохо заработать представляете техничка ГАЗ Рейдспорт Урал 6х6 который едет по пустыне гобе и просто волоком за собой тащит всех ну кто застрял кто поломался и мы их всех дотащим до финиша команда команда ГАЗ Рейдспорт никого не бросает команда ГАЗ Рейдспорт самая крутая самая веселая пошли дальше да пошли что еще есть есть амортизаторы риф как бы это все ни на голову не упало ну у нас их пока на машинах не стоят стоят спортивные амортизаторы что что такое стропа тыловой судя по ширине ленты здесь очень много тонн 12 тонн тоже КАМАЗ выдернем да не вопрос можно на Урал поставить шрусы айронмен что тут только нет блокировка для УАЗ редукторный мост нам не нужна блокировка на УАЗ у нас есть блокировка ИТОН собольц завода уже поставляется с блокировкой ИТОН очень интересные хе-хе-хе мы будем вот этим вытаскивать КАМАЗ смотрите какой тоненький тоненький маленький тросик но прочность на разрыв это буксирный трос он не тянется это именно для буксировки трос на 5 тонн предназначен для буксировки смотрите он занимает совсем компактное место и это гораздо лучше чем то барахло которое многие покупают в автозапчастях которое рвется буквально в первой луже когда вы попытаетесь с помощью него вытащить машину а вот с этим можно работать здесь у нас колеса колеса сумочки Т плюс под что-то еще снова трос нет мы поем с рифовскими тросами композитные сэм траки АВС дизайн кстати правильно называть именно АВС дизайн это первые буквы от имен учредителей основателей компании хорошие большие широкие подойдут для грузовика мы себе на машину таких пару положим я тебя задаю вопрос мы себе такие положим мы же с тобой поедем да кстати мы уже не будем анонсировать ничего мне тут оператор уже показывает что он мне сейчас в челюсть даст здесь маленький склад компания АВТОВЕНТУРИ не специализируется на продаже резины но есть небольшой склад продукции в основном это конечно шины БЕФ ГУДРИЧ и шины ГУДИЕР недорожные шины естественно ничего дорожного здесь нет это МЕКА джиперов это маленький такой складик кстати это самый маленький склад здесь находятся такие продукты горячего спроса а основная вся продукция вся тяжелая бампер находится на другом огромном складе который имеет три этажа вы представляете три этажа продукции для тюнинга внедорожников если туда зайдет обычный джипер который еще не привык к такой роскоши он просто наверное и зайдет слюной я по крайней мере когда захожу туда до сих пор и схожу слюной ну что еще показать для УАЗика и для других моделей есть кстати почему нет для Соболя о это уже сейчас посмотрим да группа 3 очень хорошие производители панелей потолочных панелей консолей консолей для разных автомашин и вот такая консоль нужна для Соболя в которой можно вставить рацию подключить какие-то кнопочки для УАЗика есть для Патриота для Соболя нет это очень большое упущение проставки колесные такая штука предназначена для того чтобы расширить клею автомобиля например когда я вот колесные проставки риф они существуют для разных автомобилей для разной разболтовки например когда я ехал на старый Тойоте Хайлакс по Казахстану моя колея была уже чем та колея которую накатали местные грузовики и вот если бы вот такие проставки у меня стояли и чуть-чуть бы я расширил колею свою я ехал бы более комфортно и меня бы не выбрасывало из клеи где мои колеса просто не помещались ты никуда не врежешься сейчас к сожалению здесь нет силовых бамперов буклетики наклеечки передний фаркоп для УАЗик можно вставить площадку для съемной лебедки пружины амортизаторы масса всего какой у вас автомобиль мы сейчас подберем что хотите расширители для автомобиля у вас синтетическая синтетический трос для лебедки если вы не хотите повредить себе руки если вы хотите работать легко бросать можно стальной трос лебедки можно поменять на синтетику что тут еще есть охрана за нами наблюдает так нам надо вынести то что мы взяли что будет лучше смотреться на боевой газели на боевой газели все хорошо чтобы камаза сталкивать с дороги мы будем ставить серьезные лампы да такие такую дополнительную оптику чтоб сразу как включил чтоб все зайцы разбежались и соперники тоже еще сэнтраки на таких сэнтраках мы едем сейчас это алюминиевые сэнтраки таскать их единство по пустыне достаточно тяжело поэтому мы поем с пластиковыми траками не полегче так что у нас силовых обвесов тут нет на ту склад же мы не пойдем ну ладно на этом я думаю мы заканчиваем первый пробный прямой эфир надеюсь что видео транслировалось достаточно качественно что вы меня слышали достаточно качественно и мы будем вам очень благодарны если вы в комментариях напишите какая была картинка как как вам слышались мои слова то что я рассказывал и главное будете ли вы смотреть прямые эфиры с соревнований с автомобильных событий с выставок когда вот так вот прям непосредственно до вас мы доносим эту картинку а вы можете нам задать вопросы буквально в режиме онлайн всем пока с вами был майк рябинин и в лаптинг джиновский увидимся